Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Вралочка Лайф. В общем, наша парочка вышла в прямой эфир, представляете? Да! Чтобы зрители не потеряли, не дай бог, Сафарика. А я вот хочу, чтобы он потерялся и в конце концов поехал к своей родной семье, к своим детям, которые неизвестно, сколько не видели своего отца. Да, и чтобы, наконец, он встретился со своей женой. А то у Ралочка что-то долго держит его около себя. В общем, ну, он всё равно поедет, насколько мы знаем, да, и уже совсем скоро, поэтому, слушайте, решили походу прощальный стримчик организовать. И, значит, ребят, не смотрела я его весь. Некоторые моменты, которые меня напрочь убили, я обещаю, что я его посмотрю, я наберусь терпения, я пересмотрю. И обязательно мы с вами на тему стрима побеседуем. Единственное, что меня просто, ребят, напрочь убило. Короче, спросили там что-то про родителей, да, и Сафарик сказал, что его отец с 65-го года, ребят, мама с 68-го года. Слушайте, а Сафарику 44, да? Уралочка кричит в каждом видосе, что ему 44. Ребят, так как это получается? Его мама, что ли, в 10 лет родила? Ужас, ребят! Слушайте, вот как они заврались! Как надоело их враньё! Просто уже невозможно! Какие же мерзкие! И дальше продолжают врать! Тут же говорят, год рождения, и дальше сплошное враньё! Да, Уралочка там хвасталась, что Сафарика-братья вот прям так Уралочку любят, и приветы передают, и прям разговаривают с ней. Прям любовь-морковь по-родственному! Боже, куда деваться, куда деваться! Дальше тоже был момент, который я глянула, да, это когда Уралочки спросили, что будет ли она организовывать встречу в Ревде с подписчиками. Она сказала, ну да, хотим! Конечно же, хотелось бы, да, Уралочка, конечно, тебе всего хочется, но только подписчиков с Ревды у тебя, ну, не очень много. И я не думаю, Уралочка, что со всего света будут люди к тебе ехать, да, в такое ещё сложное время. Значит, и ещё тоже момент. У Уралочки спросили, где она работает, на что она ответила. На даче работаем, на даче. Раньше, помните, сколько было отмазок гнилых? Она не знала, что сказать, когда ей говорили, что они не работают. Она говорит, мы работаем, мы же работаем! А где работаем, оп, и не знала, куда язык засунуть. А здесь сказала, что работаем на даче, да, хоть и не сбрехала. И говорит, ну и мы блогеры. А потом Сафарик говорит, блохеры, точно! Сафарик, молодец, пять баллов, точно, блохеры, да, великие блохеры. И говорит, не нравится мне слово блогеры. И дальше понеслось, что когда Сафарик видео снимает, он очень переживает, прям. Ну, очень переживает, чтобы понравилось зрителям. И он постоянно спрашивает у Олюшки, понравился ли ей видеоролик, да. И Олюшке нравится, ей нравится всё, что снимает Сафар. И она с удовольствием пересматривает свои видеоролики. Олюшка, ну, слушай, не лицемерь, не нравится там, где он тебя снимает без фильтров. Походу, ты его постоянно и прессуешь за это. Поэтому дерьмовочкой он тебя и показывает. А ещё, ребят, представляете, прочитала там в чате, значит, комментарий. И Уралка его зачитала от женщины из Беларуси, которая их смотрит, слушайте, запоями. Одна заболела и писала им, что болеет, другая в запой бросилась. Люди, успокойтесь, вас куда несёт, вы уже совсем с ума посходили. Ради Уралки одна заболела. Ой, не дай бог, заболеть Уралкой – это ужас. Ужас. Вторая в запой бросилась. Говорит, смотрю с запоями. Ужас какой-то. Неужели кроме Уралки ничего нет интересного, допустим, просто в Ютубе, да? Одна Уралка и всё, одна болеет, вторая запила. Ужас. Столько всего интересного даже кроме Ютуба в мире есть. Вы чё, все с ума-то сходите, а? Прямо становится, честное слово, ребят, страшно. Вот куда катится мир? Вот правда, что творится – жесть. Ну и, ребят, ещё хочу что отметить. Представляете, вот Уралка не отвечает на комментарии, да? Люди задают вопросы. Уехал ли Сафар? А не попадает ли он под мобилизацию? Мобилизацию, кучу вопросов в комментариях. Не у меня, нет, ребят, у них. Они молчат, они не отвечают. Люди переживают и начинают обо чего думать. И Уралочка в то же время говорит, как мы с Сафаром угораем над теми людьми, да? Которые задают вопросы, не получают ответ, да? И думают, всё, Сафар уехал. Я не говорю про себя, мне вообще по барабану поедет он, не поедет, нет. Я, конечно же, очень хочу, чтобы он уехал, потому что там жена, там дети, там родня. Но вопросов таких огромное количество, да? И, представляете, эти двое просто-напросто угорают с людей, да, которые переживают, поехал Сафар, не поехал. Вот реально некоторые люди, которые подписаны на них, да, их фанаты, они переживают, да, они волнуются, они ж за поями их смотрят, да, и болеют ими, а эти с них угорают. Вот вам, вот вам и гнилая душенька этой парочки. Угорают со своих подписчиков, да. Раньше хоть отвечали на комментарии, хоть сердечки ставили, а теперь пофигу им, да, видали они. Им главное, чтобы были просмотры и денежки капали. Вот такая вот парочка. Короче, ребят, досмотрю я стрим, мы разберем с вами попозже его. Но, блин, три часа, но как-нибудь, как-нибудь с горем пополам посмотрю, и мы с вами обсудим все прикольные моменты. Пишите, ребят, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои мнения. Сразу хочу напомнить, что это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, нервного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.